Ну, это немножко как видели наших детей боярских, западные путешественники. Основное у них вооружение было стрелковое, в смысле лук и стрелы. Это называлось АДАК и сабли для ближнего боя. Это вот система вооружения детей боярских. Как бы продолжалась на протяжении более сотни лет. И только в начале 17 века начался отход от этого комплекса оружия. Начали переводить некоторых детей боярских. Но в основном тоже более мелкопоместных, которые не могли себе приобретать богатый садак и саблю. Их переводили на печальный бой, которые были проще. Ну, и в том числе еще можно сказать, что это и произошло и в связи с развитием оружейного производства у нас. Именно в России. Ну, в некоторых, ну, в смысле во всех крепостях появились пушкари и затинщики. Это были, как сказать, операторы затинной пищали. То есть это пушкари, которые стреляли из пищали мелких калибров. Которые, вот видите, в левом углу стоит такой. Ну, это современные рисунки. К сожалению, не нашел я изображений того времени. Вот пушкари, если вот, если справа еще вы видите, пушкари в походе, то есть пушкари обслуживали крупные калибры артиллерии. А затинщики, вот у них, значит, были такие мелкие, мелкокалиберные пушечки с таким крюком, который цеплялся за тин, то есть за тын, за стену. Поэтому отсюда такое и их название, затинщики. Вот, ну, они, в принципе, затинщики были немножко пониже рангом, чем пушкари, но в целом, более-менее их уровень был, так сказать, одинаковым где-то. Все они подчинялись пушкарскому приказу, который был создан немножко позже. Ну, ну, и еще ямщики. Ямщики, это ямской приказ и вообще это наследие Золотой Орды. Вот наши, то есть эти станции, ямы, между которыми гоняли казенные именно ямщики. Ну, вообще ямщики, это была довольно суровая профессия, потому что, ну, например, каждому ямщику выдавался специальный государев казенный наряд. То есть им выдавали пища, им выдавали пистолеты, им выдавали порох для того, чтобы отбиваться. Потому что очень часто они возили, ну, чаще всего, конечно, они возили именно по казенной надобности людей, воеводцев или еще кого-то. Ну, дипломатов, может быть, это было вот, ну, в Туле где-то в начале 17 века было около 70 ямщиков. Ну, и они жили в особых слободах. И вы, наверное, знаете, что в Заречье у нас была такая ямская слобода и существовала до, наверное, конца 18 века. Ну, а, значит, время прошло, вот я уже сказал, что про создание засек, вот белыми линиями вы можете увидеть, ну, это примерно, конечно, условно, довольно графическое изображение этих линий. Протяженность их была весьма большая. Кое-что мы знаем подробнее об этом, о жизни на этих засеках, кое-что нет. Ну, и, по крайней мере, вот они вошли, они стали рубежом, очередным рубежом на пути у крымских татар. И к обслуживанию засек как раз стали привлекать Тулум, Адоев, Вилев, Лихвин. Ну, Козельск, ну, это уже чуть попозже. Но, поэтому, в общем-то, эти города часто называют города засечные черты. Но, на самом деле, города эти были сами по себе, они были центрами уездов, в которых жило это население, которое обслуживало черты. И, поэтому, как укрепление, они никак не были связаны с чертой. То есть, на черте были свои укрепления самостоятельно. И ведали засеками особые люди, то есть, засечные воеводы, головы, приказчики. Ну, в целом, если кому интересно, я в прошлом году, кажется, читал лекцию по этому поводу. Там поподробнее можно все, как бы, узнать. Ну, и новые крепости строятся. Крапивный, Дедивов, Ебифань, Михайлов, Венев, Ряжск, Донков, Черн, Болхов, Новосилий, Орел. Это крепости, которые были выдвинуты, так сказать, в поле. То есть, гораздо дальше, чем засечная черта. И это уже, как бы, считалось или почти, или окраинное дикоповое поле, Украина, так называемое. И эти крепости стали населять новым, совершенно новым населением. Это были казаки и стрельцы. Значит, сейчас чуть-чуть. Это будет более наглядная карта такая из нашей экспозиции, из выставки, которая сегодня открылась. Ну, вот. Значит, чтобы было... А то, на той... На том фотоснимке не всегда понятно еще. Вот. Значит, стрельцы. В 1550 году, как известно, указанным Иваном Васильевичем, было создано стрельцкое войско Москвы. Это было около 3000 человек. Ну, а впоследствии, каждый, почти каждый, ну, практически. Ну, честно говоря, это надо, конечно, тоже уточнять. Но у нас, в принципе, все города имели стрельцов в своем гарнизоне. И задача стрельцов была, конечно, защищать крепость. Вот. В Туле служило где-то полторы сотни. То есть, в Епифане было сотня пешая и полусотня конная. В Крапивне было тоже около 150. Ну, в общем, в Дедилы, по-моему, тоже 100 человек. То есть, все... Ну, на самом деле, людей этих было не так много, как тех же детей боярских, которые исчислялись несколькими сотнями в каждом уезде. То есть, ну, самый большой у нас был Тульский выезд, конечно. В нем, в начале 17 века, насчитывалось до... до 700 человек. Ну, почти, да. До 700 человек, которые, так сказать, служили разные службы. И вторая категория населения, которая появилась с новыми крепостями, это казаки. Казаков у нас было очень много. Конечно, и вот, если помните карту, которую я показывал, это было, ну, вот, Дедилов, Епифани, которые выдвинуты за пределы. И как раз в Епифании изначально было около 500 казаков, хотя должно было быть около 700. И Дедилов насчитывал до 400 казаков где-то. Ну, в разное время, просто это я так среднём наберу эти данные. Ну, и казаки чем занимались? В основном, они, ну, это легкая конница, хотя, хотя городовые казаки изначально служили с пищалями, то есть с мушкетами на конях, то есть это был аналог такой конных стрельцов. И поэтому в первое время, ну, практически, да, до второй, третьей, ну, до первой, третьей 17 века казаки и стрельцы подчинялись одному стрелецкому приказу. Ну, их начали привлекать, во-первых, к сторожевой службе, то есть начали, началось разделение казаков на чисто городовых и сторожевых, и к сторожевым казакам предъявлялись требования очень строгие, потому что в 1571 году был, ну, как сейчас говорят, создан устав пограничных войск, ну, первый устав пограничных войск, ну, это называлось боярский приговор о сторожевой станичной службе, и вот там выдвигались требования для служащих на сторожих и станицах, то есть станица это большой отряд, порядка 100 человек, который выдвигался в поле, в степи смысле, я просто, извините, по привычке, ставился в определенное удобное место и там стоял до 3-х месяцев, так сказать, выделяя из своего, так сказать, числа какие-то разъезды, которые вот вели наблюдение на степи за противником. Ну, а сторожей это были небольшие партии, человек по 4-6, ну, до 10, не больше 10, которые выезжали, вот, например, наши казайки и дети боярские в том числе, выезжали на реку Красивую Мечу, там стерегли несколько значимых бородов, которые они как бы историей считались проходными и по которым обычно ходили татары. Вот, ну, а также кроме этого казаков наших, от Дедиловских, Крапивинских, Едифанских, отправляли уже довольно далеко в Донков, Лебедянь, ну, уже с строительством крепостей, с освоением юга, и они служили даже, по-моему, на Воронеже, река Воронеж, ну, и потом, соответственно, под городом Воронеже. они участвовали вот в этой сторожевой и станичной службе. а на станице обычно назначался, ну, один тогда, вот, в это время был в боярском приговоре, приговоре, значит, один голова на станице должен был назначаться стулы, то есть это какой-то сын боярский довольно такой хорошего достатка, ну, видимо, среднего такого уровня, ну, потому что, ну, как, там существовала градация вечная между тем, если ты малопоместный, ты мало выставляешь людей, то есть каждый сын боярский, по идее, должен был выставить со своей площади, который владел, земельной площадью, выставлял каких-то людей вооруженных, ну, а если ты не выставляешь, конечно, ну, тебя назначат вот, сторожем, например, ну, начальником, может быть, и сторожем, или на засеке, на ворота стоять, вот, в качестве, там, либо защитного сторожа, либо какого-то вооруженного товарища, ну, вот, а если ты побольше имеешь достатку, более, как бы, ценен для государства, тебя могут назначить головой станицы, или головой, например, у казаков, головой у стрельцов, ну, у пушкарей, то есть, так и назывался голова у наряду, например, наряд это обозначение артиллерии было в то время, вот, ну, а откуда брались казаки эти, в принципе, наверное, эту загадку мы никогда не решим, потому что, потому что, ну, вообще, как бы, любых вольных охочих людей прибирали, могли приходить и действительно и с Доном кто-то, хотя, чаще все-таки на Дон бежали отсюда в то время, не выдержав тягот службы, например, ну, или, скорее всего, отсутствие земли или, ну, достатка приводило, вынуждало бежать на вольные хлеба на Нижний Дон. Ну, а здесь, в южных городах, когда, как бы, каждый час мог грозить смертью и выбивалось население просто неимоверным образом, когда, ну, до строительства засечной черты крымчаки доходили до Оки и дальше за Оку заходили и угоняли жуткие полоны по нескольку сот человек. После этого, как бы, немножко прекратилось, но и тогда они доходили до черты, например, и занимались грабежом вот вот этих территорий, местных. Каких-нибудь Дедиловских, Крапивинских. И, конечно, наверное, в этих условиях местные воеводы, а именно казаков прибирали местные воеводы в свои гарнизоны, наверное, они уже могли относиться спустя, так сказать, ну, закрыв глаза, там, на кто там, холоп, не холоп, беглый, не беглый, лишь бы служил. И, поэтому, вот это самая загадка из загадок нашего населения. То есть, если с детьми боярскими мы еще можем что-то подумать, что-то сделать, то здесь у нас возникает проблема. Ну, стрельцы. Стрельцы, конечно, да, были также местные, но были еще стрельцы пришлые, присланы из Москвы и они назывались московские сведенцы, то есть, их слили с Москвы, прислали в наши города и тут они укоренялись и потом в 17 веке уже по наследству передавали свою службу и то есть, это как бы еще один такой вариант происхождения некоторых некоторых нашего населения.